всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале северное вязание и сегодня будет видео формате вязального эпизода в котором я расскажу вам все свои вязальные новости а именно в этом видео я покажу вам одну готовую работу и продвижение своих процессов а также мы с вами распакуем один шикарный подарок визуальный поэтому если вам интересно то оставайтесь со мной а Субтитры создавал DimaTorzok На этой неделе у меня нету больших каких-то продвижений, не знаю, у меня до сих пор мое вязальное настроение ко мне не вернулось. Я удивлена, потому что обычно этот период невязальный у меня проходит достаточно быстро, но здесь что-то он затянулся и даже как-то усугубляется все. Я стараюсь нажать на разные кнопочки, как-то себя завлечь вязанием, но пока что не получается. Возможно, возможно, это все издержки темного февраля и очень-очень снежного марта. В общем, у нас весной еще и не пахнет, но дома, только дома. А на улице у нас зима, снега по пояс, и вот как-то, не знаю, нету настроения. Да, нет настроения. Плюс я пошла на тренировки, на регулярные тренировки, три раза в неделю зал, один раз в неделю танцы. В общем, нагружаю себя по полной программе, плюс учеба. Домой прихожу и валюсь с ног. Зато плюс тренировок, да, я стала спать просто как младенец. Да, в общем, засыпаю и просыпаюсь только утром от звука будильника. Это, в общем, классно. Всем рекомендую, у кого по весне такие упаднические настроения. Да, все-таки спорт, он тонизирует нас. Ну и плюс для фигуры полезно, опять же. Но чуть-чуть я вязала, были некоторые у меня трудности и неудачи. В общем, посмотрим все это по ходу видео. Итак, моя готовая работа номер один, вообще-то единственная готовая работа на этой неделе. А я-то про него уже почти и забыла. Могу поспорить, что и вы тоже. В общем, жилет. Я напомню, что в этом году я решила очень много вязать из моих запасов пряжи. Вот, поэтому вот именно в рамках этой идеи был связан этот жилет. Значит, я не так давно вязала точно такой же жилет розовый, также из запасов на размер SM. Я вам вставлю фотографию, если вы не помните, да. То есть, это точно такая же модель, V-образный вырез, узор, да, но только меньшего размера. И так как у меня вот этой пряжи, это Drops Lima петрольного цвета, у меня этой пряжи было очень много. И я решила, чтобы ее вывязать, я свяжу точно такую же модель, но уже размера LXL. И мне это удалось. Нет, мне пряжу вывязать не удалось, осталось еще полтора мотка. Но я решила уже пусть лежит там, может быть, на там, не знаю, шапочку, варежки или ну что-то такое. Короче, в общем, жилет, да, он мне большой, мой размер S. Мне он большеват, ну, уже конкретно так, да, но тоже имеет место быть. Я обязательно его отфотографирую и поставлю в магазин. Так, у меня здесь он был сложен, лежал в шкафу, да. Мне его нужно отпарить перед тем, как фотографировать, разумеется, да. Ну, это не сегодня точно. В общем, пряжа классная, дропслима, 65 шерсть, 35 альпака, 50 грамм, 100 метров. Ушло у меня почти полкило, там 470-481. Но он действительно такой объемный, большой, теплый, надо быть, должен быть. Ну, вязала я резинки спицы номер 7, основное было одно номер 8. Набирала и закрывала итальянским способом. Чуть-чуть поближе вам его покажу. Текстура, в общем, он очень классный. Но с этой пряжей нужно, опять же, обращаться очень бережно, не стирать ее в машине. Я ее в машине только отжимаю, без воды, без полоскания, просто отжим. Вот, посмотрите, как выглядывают волоски альпаки. Они достаточно длинные, поэтому и длинные, да, и такие толстые. Поэтому эта пряжа, да, не для неженок. Это точно. То есть неженком она будет колодцем. Так, этот узор, мой любимый, да, кто меня знает, это узор клетка. Если вы нажмете «Сообщество» у меня на канале и полистаете вниз, там вы можете найти этот узор. И вообще там есть и этот узор, и какие-то, и другие узоры, и даже рецепт бананового хлеба там есть. Вот, так что заходите, смотрите. Вот. Ну, в общем, очень хорошо все выглядит. И аккуратно, да, получилось. Резинку и узоры эта пряжа держит шикарно. А, как вы поняли, я вязала в две ниточки. Я сказала, не сказала. Ну, потому что, да, вообще эту пряжу рекомендуют вязать на спицах 4. Я вязала в две ниточки на спицах 8. В общем, цвет опять очень сложный, но очень красивый цвет. Петрольный. Такой он многогранный. Вроде синий, вроде и зеленый. А на свету вообще какой-то сиреневый. Но, да, я довольна. Работа готова. Почему я сказала, что я забыла? Потому что я связала спинку, показала вам и положила в шкаф. И сейчас у меня было такое желание начать какие-нибудь носки. Ну, так просто под телевизором, знаете, повязать. И думаю, пойду выберу пряжу на носке. Открываю шкаф, а там эта спинка на меня смотрит. Ну, я решила, ладно, иди сюда, довяжу. Ну, сами понимаете, спица номер 8 вяжется очень быстро. Так что вот, прошу любить и жаловать. Моя единственная готовая работа. Да. Ну, теперь посмотрим процессы. Моя единственная готовая работа. Ну, и процесс, с которым, в принципе, все хорошо. И просто рукава, просто рукава. Ну, вы поняли. Да. В общем, это мой джемпер на Пасху. И смотрите, здесь я отпаривала. Просто вот эти места, проймы, они очень закручивались внутрь. Ну, потому что лицевая гладь, да. И я вот это место отпаривала, чтобы они не закручивались. Ну, чтобы измерять точнее, да. А дальше тело я уже вязала, я не отпаривала. И так прям полоса, да, как будто. Вот. Ну, в общем-то, да. Я решила его, я вам его показывала на этапе резинки, да, горловины. Я решила, что сейчас время так быстро пролетит. А Пасха уже не за горами. 7 апреля мы уезжаем. И я хочу быть, ну, смотря, конечно, какая погода. Но, в общем, этот дружище должен поехать со мной. Так, пряжа, пряжа. Смотрите, какая красивая весенняя пряжа. Это Drop Sky. И на сегодняшний день это самое нежное и приятное, что я когда-нибудь трогала. Это очень приятно. Да, это не просто вязать. Точнее, даже трудно, да, вязать. Из-за воздушности нити, да. То есть цепляется, все время спится. Ну, это настолько приятно, что я в восторге. И цвет это номер 15. Просто цвет такого весеннего неба. Очень красиво. Так, здесь состав у нас 74 альпака, 18 па и 8 шерсть. Да, 190 метров на 50 грамм. Рекомендуется спить с 4. Я лицевуглайт на четверках и вяжу. В общем, вяжется сверху вниз, да. То есть прибавки, прибавки по плечам. Потом это я все разделила. Пошла, пошла. В общем, тут ничего до сложного. Теперь я набрала рукава. Мне нужно вязать длиннющие рукава. Да, но ничего, я соберусь и сделаю. Главное, что уже начало положено, да. То есть теперь я уже точно уверена, что я успею. Просто не терпится это постирать. Мне кажется, после ВТО он будет еще приятнее. В общем, полотно выглядит... Вот, подойдем поближе. Ну, полотно выглядит, ну, чудесно. Да, оно такое... Как это сказать? Не как, да. Например, Меринос Экстра Файн, да. Где у тебя петелька к петельке. А он такое... Прямо оно выглядит мягким, знаете. Вот, его даже хочется трогать. И хочется в это закутаться. В общем, у меня уже масса идей из этой пряжи, которую я хочу попробовать. И, ну, почему нет? Обязательно попробую. Так. Главное, этот довязать, да, сначала. И на подобную модель у меня есть видео мастер-класс. Я вам оставлю ссылку. Просто там другая пряжа. Тоньше, да. Там я по-другому делала развороты. Не развороты. Ну, в общем, да. Вот эти укороченные ряды я там по-другому вывязывала. Здесь я сделала глубже. Это все больше укороченных рядов. Ну, в общем, принцип тот же. Да. Принцип тот же. То есть, как бы, реглан-погон. Но это такая, знаете, не а-ля кокон. То есть, это не очень оверсайз. Да, здесь есть свобода облегания. После ВТО, конечно, будет еще больше. Но это вообще не кокон. То есть, это такая поскромнее, да, объем здесь. То есть, чтобы, например, можно было без проблем, да, и удобно накинуть сверху какую-то одежду, плащ, пальто, там что-то такое. Вот. Поэтому, да, тут не оверсайз, как обычно. Ну, да, нужно вязать рукава. Так, поднимите руку, девочки, кто любит вязать рукава. Может, мы с вами договоримся. Итак, теперь процесс, который потрепал мне нервишки на этой неделе. Я вам должна сказать. И сейчас расскажу, почему. В общем, у меня было такое стойкое решение на этой неделе довязать этот джемпер. Довязать, да. Хотя настроения особого нету. И еще я понимаю, что из-за погоды сейчас я не могу его сфотографировать так, как я вижу, так, как я, ну, как бы запланировала его сфотографировать, да. Но я решила для себя, да, закончу обязательно этот джемпер. Но, как вы понимаете, восса ныне там. Это тайга-суэтер. Я его вяжу по платному описанию. То есть, это круглая кокетка жаккардовая, да. И еще должны быть жаккардовые элементы на рукавах. Вот с рукавами-то я и помучилась. В общем, вяжу рукава. Я вяжу по описанию полностью. То есть, я здесь от себя только горловина вот эта с отворотом. Там горловина одинарная, просто резинка, да. А у меня двойная. Остальное все как по описанию. И, значит, рукава. Вяжу рукава по описанию, убавки. Там все у меня по петлям, по рядам, все. И, значит, я уже прихожу туда, где написано, ну, что, мол, примерьте. Если вот вас устраивает, тогда начинайте делать уже жаккард. И я примеряю. И я в шоке. Потому что этот рукав, он, знаете, как капроновая колготка на ноге. Я не поняла. Я пошла по фотографиям посмотреть, что... Ну, да, правда, у некоторых девочек, но у них как бы, ну, в обтяжечку. Но там все в обтяжечку. То есть, и тело в обтяжечку получается, и рукав. А я не понимаю, почему у меня так получилось, что у меня тело хорошее, да. Ну, не оверсайз, но там сантиметров, ну, 20 точно есть. А рукав-то как-то я вообще еле втиснулась. Я не поняла, в чем, что такое, что не так. Ну, в общем-то, мне просто пришлось все распустить. И, как бы, я не знаю, что теперь делать. Я не знаю. Ну, в общем, есть такой вариант вязать, вот как я набрала, да. Вязать без убавок. Около манжета сделать убавки и вязать манжету, да. Ну, просто я не знаю, как быть с этим узором, который вот на рукаве. Короче, я не знаю. Еще одна проблема. Еще одна проблема, то, что я понимаю, что мне не хватает пряжи. Да, тем более, если я буду вязать длинные рукава без убавок, да, то мне точно не хватает пряжи. Так, пряжа. Все это я вяжу из пряжи Drops Charisma, да. Два цвета, как вы видите. Вот основной у меня цвет, 77-й, меланжевый. И вы, наверное, все знаете, кто пробовал пряжу Drops, да, что от партии к партии у них цвета даже отличаются, не то что оттенки. Поэтому, что мне делать? Во-первых, мне нужно купить, и мне не хватает вот максимум моток. В общем, мне нужно докупить один моток. Я понимаю, что я не попаду в этот, ну, как его, ну, как его, в партию точно не попаду. Потому что я даже не помню, где я это покупала. Вот. Даже если вспомню, да, то я, ну, каковы шансы попасть в эту же партию, да. То есть, мне нужно купить один моток такого цвета, и потом что-то там фантазировать, хеликсом там, или что. Ну, да, хеликсом, наверное, а как? Других вариантов нету. В общем, да. Как он у меня хорошо пошел. И посмотрите, какая проблема у меня с рукавами. Ну, что это такое? И знаете, еще одна, да, проблема. Я всегда покупаю пряжу с запасом. То есть, от этого, честно говоря, я всегда и мучаюсь, что у меня столько остатков, что не знаю, куда их девать. А тут как я так опростоволосилась, что я вот, ну, один моток я точно не докупила. Ой. В общем, да. Вот такие дела. Но иногда такое тоже бывает. Но зато надо во всем искать плюсы, да. Пока я вот это все куплю, пока я вот это придумаю, что с этими рукавами. Ну, ладно, бог с ним, с этим узором, да. Можно же и без узора связать. Как бы просто рукава. Хотя я так хотела этот узор. В общем, не знаю. Ну, в общем, пока я вот это вот сыр-бор, уже погода, надеюсь, наладится. И снег растает, и я смогу отфотографировать это изделие в лесу. Вот. Нашли и позитивчик тоже. Ой. В общем, девочки, на описание я вам оставляю ссылку в инфобоксе. Кокетка шикарная. Вот. Кокетка, девочки, здесь. Ну, шикарная. Посмотрите. Ну, кто любит, да, такой минимализм. Я лично обожаю. Я всегда говорю, что я обожаю двухцветные кокетки. Обожаю растительные мотивы. Вот. Мне очень нравится. Так что, да, ссылка в описании. Ну, и, да, за его судьбой будем наблюдать дальше. А сейчас на этом все, кстати, да. А сейчас я предлагаю вам пойти и посмотреть, что мне подарили. Какой шикарный подарок. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и давайте посмотрим на мой чудесный подарок поближе. Также, смотрите, в этом подарке были инструменты. Давайте посмотрим сначала их. Так, значит, у нас тут, конечно, это очень отражается, да. Потому что у меня все-таки включен свет. У нас до сих пор темнота. Это пряжа Lickie Driftwood номер 2. Я уже просто мечтаю повязать на них носки. Да, носки вяжу на спицах номер 2. Так, это тоже Lickie спицы 3.25. Они очень красивые, конечно. Так, это Knit Pro Ginger. И это номер 4. Это все спицы неразъемные. Так, это Adi. Рокет какой-то. И этот. Не знаю, какой номер спиц. Но так, какие-то очень... Ого! Таких у меня еще никогда не было. 1.75. Ну, тоже для носков. Так, а вот эти спицы я вам показывала в прошлом видео. Unicorn Adi. Вот на розовой леске. Они такие вот спиральки, да. И номер 4. И я себе сама купила тоже такие спицы номер 4. И теперь я подумала, что тогда свои, которые я купила, да, я могу подарить кому-нибудь. Вот. На розовой леске. Вот так. Ну, а это для меня новинка. Это Mindful спицы. И это 2.25. Я бы тоже с удовольствием связала на них носочки. Так. У них должна быть такая красивая мятная леска. Вот. Ой, какая красивая. Посмотрите. Такая темная, с серебряными полосками. В общем, прелесть. Так. Спокойствие на них написано, да? Вот. такие они очень приятные на ощупь, похожи на, честно говоря, вот именно спицы, не леска, а спицы похожи на чагу. Но попробуем, повяжем. Но попробуем, повяжем. Так. Еще у меня тут много-много носочной пряжи. Да. В последнее время я довольно много носков навязала, и мои носочные запасы так уменьшились значительно, да? Но вот такие новиночки тут у меня. Смотрите. Вот из этого я не буду вязать носки, сразу предупреждаю. Да? Это Grindel Hot Socks Pearl с кашемиром. Я слышала об этой пряже, даже видела, как из нее вязали девочки. Она очень приятная на ощупь, просто максимально приятная. Здесь всего 5% кашемира, но она прям такая шелковистая и мягкая-мягкая. Вот такой состав. 75 шерсть, 20 PA, 5 кашемир. Например, 50 грамм на 200 метров и рекомендую спицы 2,5-3. У меня сначала первая мысль была связать себе двойную шапку, да? Такую тоненькую, с отворотом. Вот. Но потом как-то я подумала, можно и, например, связать себе перчатки кашемира. Вот. В общем, не знаю пока что точно, что это будет, но я уверена, что у меня не поднимется рука вязать из них носки. Потому что, честно сказать, для носков у меня много носочной такой прямо пряжи. Так. Вот это, как я понимаю, это моточная, да, пряжа. Вот такая зеленая, розовая. С черным. Интересно, как она будет ложиться. Может быть, каким-то а-ля жикардовым узором. Так. И здесь у меня моточная. Так. Это шопель у нас. Вот такие, наверное, многие видели, да? Такие разноцветные клубки. Прямо вот такие клубки-клубки. Мне очень нравится. Вот такая стилистика, да? Должен получиться вот такого цвета носок. То есть очень такие размытые, да, переходы. Ну, здесь должен быть стандартный, как я понимаю, метраж и состав. Да, 75 на 25. 420 метров в 100 граммах. Вот такая красота. Так. Вот тут у меня опал. Это одноцветный опал. И, скорее всего, эту пряжу я буду использовать для мысков, резинок, да? Вот. Очень красивый такой хвойный цвет. И серый. Этот цвет у меня уже увидел старший сын. Сказал, что ему очень нравится. Так. Это 5184. Надеюсь, я читаю цвет. Потому что я по-немецки вообще не говорю. И это 99,36. Это такая стандартная носочная пряжа. Так. И здесь вот такие интересные, разноцветные у нас моточки. А это Black Dragon Opal. Тоже об этой пряже я и видела, и слышала. Да, эту пряжу. И мне кажется, что резинки, мыски я бы вязала черным цветом. Вот. Здесь вот очень веселый, а-ля Жаккард, да? Имитирующий Жаккард. Как-то окраска. И это с Алоэ Вера. Вот. Я почему-то думаю, что это будут носки для меня любимые. Да. Не знаю, какую добавить сюда нить в контраст. Тут, конечно, очень много, да, молочного, но молочные пятки я точно не хочу. Ну, в общем, подумаем. А это вот такая яркая. Посмотрите, как красиво это будет. Очень красивая, яркая расцветка. И вот так. Я не знаю, что это за фирма. Фигаро. Четырех нитка. И вот так, наверное, это называется как-то. Релана Гарн. Возможно, Дания. Вот. Это что касается носочных моих богатств. А теперь посмотрите, какое чудо. У меня это просто. Посмотрите, какая красота. Лэнг. Ярнс у нас почему-то в Финляндии, в оффлайн магазинах я не видела. Вероятно, где-то онлайн можно найти. Но я не задавалась такой целью. Вот. И это Як. Это какая-то прелесть. Состав здесь 50 Як и 50 Шерсть. То есть 50% Шерсть Яка и 50 просто Шерсть. 50 грамм 130 метров. И спицы 4,5-5. В общем, я никогда не вязала пряжей такой. Поэтому, конечно, нужно повязать образцы, посмотреть. И у меня такой пряжа 11 мотков. Я уверена, что будет очень красивое что-то. Очень-очень красивое. Такой меланжевый цвет. Песочный, осенний. В общем, мне очень нравится. Вот. У меня вот такой большой мешок. Такое большое богатство. И еще посмотрите, какой сочный цвет. Шикарный, сочный цвет. И это уже Коттон Як. То есть это Як, но не с шерстью, а с хлопком. И состав здесь 60 хлопок и 30 шерсть и 10 Як. Да, 50 грамм 130 метров. То есть одинаковый состав. Интересно, что эта нить выглядит гораздо тоньше. Но это нить, она цепочка. То есть, да, если Ленг, она в несколько ниточек, то это, это цепочка. Но цвет я не могу вообще. Какая красота. Цвет 125. Очень красиво. Прям очень-очень красивый цвет. И тут рекомендую 3,5-4. И у меня целая упаковка. То есть 10 мотков. И еще в подарке вот такая вот была бобинка пряжи. Я бы сказала, что это расцветка мулине. То есть это разноцветные ниточки. Переплетены друг с другом. Ну, очень хороший цвет. И это, конечно, очень хорошая пряжа. Это корианджи 100% кашемир. 250 метров на 100 грамм. И здесь у меня 430 метров. Посмотрите, вот как она тут серый, сиреневый, такой розовенький. Ну, красиво, да. У меня уже есть одна мысль по поводу этой пряжи. Ну, просто там с цветом так хорошо совпало. Может быть, вы видели. У Петит Мид вышел такой свитерок японским плечом. Он очень обычный. Лицевая гладь, да. Но там тоже он связан с пряжей такого окраса мулине. Поэтому я на него обратила внимание. Но пока что я не спешу. Я дам себе время подумать. И, возможно, придет еще какая-то другая идея для этой прекрасной пряжи. Девочки, делитесь, вязали ли вы из такой пряжи, что вязали. Может быть, вы что-то бы посоветовали, какую-то модель мне, да, связать. Вот, в общем, пишите. Я буду вам очень благодарна. Сейчас пока что у меня идей нету. Но я спешить не хочу. Такая шикарная пряжа требует, мне кажется, вдохновения. И предварительной подготовки. Но я хочу сказать огромнейшее спасибо от всей души. Моей зрительнице Мамуре из Америки. Огромное-огромное вам еще раз спасибо, дорогая Мамура. Ну, вот такие у меня вязальные новости. Надеюсь, вы порадовались моему шикарному рукодельному подарку. Я так очень прямо рада. И мне уже не терпится приступить к вязанию носков на самом деле. Потому что, знаете, вязальное настроение пропало, да, но вязальная привычка, она все равно осталась. И когда вечером я смотрю телевизор, да, с мужем, то вот именно по привычке мне хочется что-то вязать, да. Это бездумно, можно сказать, просто это в руках осталась, да, вот эта привычка. Вот поэтому, скорее всего, я не буду долго откладывать это и начну носки. Потому что я не знаю, как долго у нас еще продлится зима. И поэтому носки еще пока что нужны. Вот. Еще я хотела бы всех, вот, поздравить вас, всех девушек, женщин, бабушек, девочек. Всех-всех-всех поздравить с прекрасным праздником весны, с 8 марта. Я хочу пожелать вам, девочки, оставаться такими же сильными и стойкими, но при этом уметь наслаждаться жизнью, уметь находить красоту в самых-самых простых вещах и дарить любовь окружающим и всему этому миру. Ну и, конечно же, будьте здоровы. Вот. Ну, я надеюсь, вам было интересно. Пишите, что вы про это все думаете. Я думаю, что мы с вами увидимся совсем скоро. А на сегодня это все. Буду с вами обращаться. До скорых новых встреч. Всем пока-пока.